И к спортивным новостям. Второе общекомандное место заняла сборная Дагестана на соревнованиях по полноконтактному рукопашному бою. Открыты чемпионаты первенства России. Завершились в спортзале Гуманитарно-технического института Кисловодска. Все подробности в материале Дана Шугом. Международная организация Федерации полноконтактного рукопашного боя, по словам ее почетного президента Сергея Ермакова, зарегистрированного в Минюсте России с 2003 года, а до этого работала в разных статусах. Поэтому очередные открытые чемпионаты первенства России стали двадцатыми по счету. Вид у нас свой, уникальный. И вначале было много споров, и с нами не соглашались, что такая жесткость, такие очень свободные правила. Нам предрекали много травм тут и так далее, и так далее. Но, во-первых, травм у нас не бывает. С нами может сравниться по яркости, по жесткости боев, по зрелищности только UFC американский. На этот раз соревнования собрали спортсменов из десяти региональных отделений страны, говорят специалисты. В турнире также приняли участие спортсмены из Грузии, Абхазии и Молдавии. В течение двух дней 126 спортсменов определили обладателей 27 комплектов наград. Действительно, федерация развивается, ну не скажу, что очень быстро, но процесс идет у нас. Весь Северный Кавказ, Воронежская область, Москва, с нами работала Хабаровская даже область в прошлом году. Но им далеко ездить. В новой для себя весовой категории до 40 килограммов выступил победитель первенства России прошлого года Али Алишихов. Это не помешало воспитаннику спортивного клуба «Боец» и тренера Атая Атаева мешаться в спор за награды. В результате ученик седьмого класса второй школы из Бирбаши добавил в свою коллекцию медаль бронзового достоинства. Первый бой был с Ростовского края, если не так уж было трудно. Второй бой был с Чеченцем, с ним было труднее все, как мы. И сейчас еще с Дагестанцем своим. В итоге сборная Дагестана заняла второе общекомандное место, уступив первенство спортсменам из Чеченской республики. По результатам турнира тренерский штаб сформирует национальную команду. Летом следующего года, здесь же в Кисловодске, сборная России выступит на чемпионате и первенстве мира. Дам Шугом Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей. Кисловодск. Кисловодск. Кисловодск.